Традиционно праздник Сабантуй в Краснокамском районе проходит ярко, масштабно и привлекает внимание жителей из соседних городов и районов, а также почетных гостей столицы республики. Их знакомят с традициями и культурой народов, проживающих на Краснокамской земле. Мы рады приветствовать вас на приторе новопурецкого сельского поселения. В празднично оформленных юртах и национальных подворьях гости смогли увидеть особенности национального быта, а также испытать свои силы на площадках мастер-классов. А на площадке аллеи мастеров все гости праздника удивлялись и восхищались творческому таланту и фантазии местных умельцев-ремесленников. Далее торжество перенеслось на большую сцену, где всех собравшихся приветствовал глава администрации Краснокамского района. Уважаемые земляки и гости праздника, от имени администрации района, глав сельских поселений, депутатского корпуса поздравляю всех с народным праздником Сабантуй. Пусть он способствует сохранению обычаев, традиций, культуры и дружбы наших народов. Пусть этот год станет урожайным, а труд аграриев будет залогом развития и процветания родного края Башкортостана и Великой России. Районный праздник Сабантуй-2024 объявляю открытым. С праздником! Почетное право поднять флаг Сабантуя предоставилось председателю передового сельскохозяйственного предприятия Племзавод Алга Альберту Вострецовым. Сабантуй – это не только праздник труда, но и прекрасный спортивный праздник. И по традиции в этот день зажигается факел Сабантуя. Это почетное право предоставляется лучшим представителям спорта района. В этом году ими стали неоднократные победители и призеры районных республиканских семейных стартов – семья Дмитриевых. Сабантуй – всеми любимый праздник многонационального народа, посвященный завершению весеннеполевых работ. И главными действующими лицами становятся аграрии. Труженики полей получают заслуженные поздравления. От души поздравляю всех с замечательным народным праздником Сабантуй. Счастья вам, здоровья, мира, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, дорогие земляки. Традиционно официальная часть праздника не обходится без награждения – благодарственными письмами, грамотами, нагрудными знаками, званиями и медалями. 2001 года уже работаю в колхозе. 23 года уже буду. Привык к своей работе и все. Больше никуда не хочется. Наградили. Хорошо работаю так. Спасибо администрации района, что оценили мой труд таким большим этим награждением. Спасибо председателю колхоза Нурлубичу Захвилим Нихановичу. Спасибо всем. Как любой мужчина, особенно старшего поколения, к которому я себя отношу, до среднего поколения, скажем так, нас воспитывали, что мы должны защищать свою родину, что мы и делаем, что делал, в частности, я, то есть участие в социальной военной операции. И, значит, командование оценило мою работу, мою, как бы, службу. Это заслуга наших ребят, нашего подразделения. Это оценка нашего труда на СВО. Это страна, то есть наша родина, наша республика оценила наш труд, как труд солдата, то есть ратный труд. Краснокамский район славится высокими достижениями в разных сферах и областях от спорта до культуры. Среди награжденных – руководители и сотрудники предприятий и организаций района. Также были подведены итоги районных конкурсов среди сельхозпредприятий и сельских поселений. За качественное проведение весенних полевых работ в полном объеме и в оптимальные агротехнические сроки награждаются Первое место – коллектив СПК «Племзавод Алга». Руководитель «Вострецов» Альберт Анатольевич. Коллектив награждается дипломом первой степени и денежной премии в сумме 50 тысяч рублей. И одним из ярких моментов праздника является парад предприятий и организаций Краснокамского района и сельскохозяйственной техники. Ну и какой же сабантуй без конных скачек. Как всегда, этот яркий и зрелищный вид спорта привлекает внимание не только зрителей любого возраста, но и участников с ближайших районов и городов. Супер! Я тут первый раз. Вот так вот. Дух захватывает. Ну, красиво. И тут еще, ну как, свежий воздух еще, блин, такой. Ну, красиво очень. В конных скачек уже участвую третий год, получается. А вот, ну, места у меня получили, ну, первое место, ну, третье место я получила в том году в Татышлах. В этом году в Калтасах получила второе место. И вот сейчас получила первое место. Про лошади могу сказать. Это, короче, они у меня. Пикассо и лорд. Вот. Одному девять лет, а второму четыре года. Лошадьми я занимаюсь с пяти лет уже. Я верхом с пяти лет уже. В этом году конные скачки были посвящены памяти краснокамца, погибшего при исполнении боевого долга в зоне специальной военной операции Руслана Галиева. Лидеры скачек получили кубок победителя и призы изру главы администрации района, а также сына и отца Руслана Галиева. Вручается сертификат голных скачек среди чистокровных верховых лошадей за первое место. Сертификат 45 тысяч рублей побеждает хозяйство Алтабова ФФ. Кличка лошади Крин. Фамилия Жакия Саитариев. Рустам. Рустам, приветствую вас на сцене. Народный праздник Сабантуй привлекает любителей и лидеров разных видов спорта. Казачий бокс, семейные старты, стрельба из лука, борьба куреш. Первый раз выступаю. Я три свадки выиграл досрочно и забрал за барана. Может, куда-нибудь еще поеду, если успею. А так я весь в работе, короче. Не скучали и маленькие гости праздника. Для них были организованы игры, развлечения и аттракционы. В общем, народный праздник Сабантуй оставил приятные впечатления у всех гостей. Хайырлы күн, біз инде бүгін мүне гүзель Краснокамы районы жерлігінде, милли холқы бұзының милли бейрамы Сабантуйында қунақта. Уйыш тұрушыларға район башлығы Алексей Александровичқа олы рахметләрімні білдірем. Шушынды иматур бейрам, күні де олыға шықыр тұры келді. Шушынды иматур күн бүгін. Шушынды иматур күн бүгін. Шушынды иматур күн бүгін. Почетные гости отметили, что праздник раскрыл не только сельскохозяйственную тематику, но и показал, в каких направлениях район движется и развивается, как построена работа в разных сферах. Хорошо представлены органы местного управления, главы сельских поселений, развернули достаточно широкий спектр своей работы, которую они осуществляют на протяжении всей своей деятельности. Видим, как мощно развиваются молодежные движения. Даже сегодня посмотрел молодежное правительство Хрансахамского района, что говорит о большой перспективе в плане дальнейшего развития. Но, несомненно, большое внимание уделено тематике. Сегодня специальные военные операции. Мы видим, как волонтеры занимаются производством и маскировочных сетей, и изготовлением свечей. И вообще большая помощь, которая окажется жителям Хрансахамского района, идет в нашу общую победу. Это дорогого стоит. Как подчеркнул глава администрации района, народный праздник Сабантуй – это в первую очередь подведение итога весенних полевых работ. И с этой работой аграрии района справились хорошо. Он посвящен, в первую очередь, окончанию весенних полевых работ. Благодаря самоотверженному труду наших сельского товаропроизводителей успешно проведены все необходимые плановые работы, и мы надеемся на получение прекрасного урожая. Кроме того, это праздник дружбы, праздник единства нашего многонационального народа, в котором мы празднуем праздник башкирский, татарский, вместе с русскими, мари, чувашими, удмуртами, с людьми со всех национальностей. Я желаю в этот праздник, чтобы мы старались сохранить те традиционные ценности, которыми славится наша Россия, наш родной Башкортостан. Всех с праздником. Огромное спасибо нашим сельхозтоваропроизводителям и дальнейших успешных работ. Как всегда, народный праздник Плуга в Краснокамском районе прошел ярко, насыщенно, удивляя гостей разнообразием и множеством интересных площадок и локаций. Краснокамская земля и ее жители в очередной раз показали свое гостеприимство, которыми были щедро одарены все участники забантуя 2024.